Семьер Типа исторической формы государства Как вы поняли из вопросов, рассматривать мы в основном будем сегодня две формы государства. Это буржуазное государство и государство пролетарское. Потому что все вопросы, как вы видели, касаются либо советов, либо отличий советов от буржуазного парламента. Безусловно, в настоящее время именно два этих типа и формы государства наиболее актуальны, потому что в современном мире феодальных государств уже не осталось. Монархии в чистом виде тоже не существуют. Монархии носят представительский характер. И, собственно говоря, сами-то государства, в которых есть монархии, они представляют из себя республики, то есть форму буржуазной демократии. Поэтому из тех форм, которые сложились в процессе исторического развития, остается у нас буржуазное государство в форме республики. И параллельно с этим существует также государство, где правящим классом является рабочий класс, который также существует в форме республики. Вот эти два типа и вот эти формы государства сегодня мы будем рассматривать. Безусловно, нас прежде всего интересуют советы, как наиболее передовая, наиболее прогрессивная форма государства, как форма государства, которая наиболее явно и наиболее последовательно выражает интересы рабочего класса, как правящего класса. И именно рассмотрению этих вопросов мы сегодня посвятим наш сегодняшний семинар. Для выполнения задания были представлены шесть вопросов в двух вариантах. По системе СДО было получено 47 ответов. Все они будут оценены. Что касается сегодняшних присутствующих, я думаю, что лучше всего предоставить слово для выступления тем, кто сегодня подготовился, пришел и готов ответить по первому или по второму варианту. Пожалуйста, кто готов? Декабель до начала, как говорится, да? Нужно начинать. Генерское занятие темы отличается от лекции. Здесь необходима активная работа слушателей. Без такой обратной связи учебный процесс теряет значительно в своей эффективности. Поэтому не стесняйтесь. Эта тема рассматривалась многократно. На эту тему много раз выступал Михаил Васильевич Попов, Александр Сергеевич Козенов. Вышла книга «Советы как форма государственной власти». Которая претерпела уже ни одно издание. Вся эта информация доступна. Поэтому я думаю, что затруднений с ответом на поставленные вопросы быть не должно. Итак, «Советы как организационная форма диктатуры пролетариата». Кто готов ответить? Давайте я вам. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Солкович Козеркин, студент Красного университета. В вопросах сравнивался советы с парламентом. Это второй вопрос. Вы сразу ко второму ходите? Хорошо. Советы возникают, создаются народом в тот момент, когда насущные вопросы не могут быть решены существующими органами власти. И наступает кризис власти. И люди начинают пытаться решить как-то вопросы сами. Создают коллективные органы. И решают вопросы параллельно существующей власти. Советы как организационная форма диктатуры пролетариата. Что касается... Да, советы вообще в принципе в русском языке имеют много значения, но в данном контексте советы это именно орган. Орган государственной власти. Советы бывают разные. Аккаунс, совет директоров. И советы могут быть диктатурой пролетариата в том случае, если в этих советах большинство имеет партию рабочего класса. Революционная партия рабочего класса. Если такового нет, то советы могут быть и меньшевистские, и какие угодно. И в таком случае диктатурой пролетариата они являться не будут. Вот такой важный момент. Совет. Совет. Собираются люди. Собираются люди и решают путем голосования. Вот мы с вами взяли и создали совет. Совет может быть трудового коллектива, совет может быть домовой, какой угодно. И что, домовой совет будет... Так, подождите. Вплоть до Верховного совета страны. Хорошо, спасибо. Он оттуда придумано с неба упал. В 1917 г. в 1905 году. Это всегда было. Само слово тоже, как бы, Боярский совет мог быть. Такое, как бы, оно имеет закрепленное значение. Так, хорошо. То есть у нас все советы, они одним миром одни, получается. Все советы, если еще раз повторю насчет партии рабочего класса. Если в совете большинство именем партии рабочего класса, то он может быть органом диктатуры пролетариата. Хорошо. То есть именно партии должны иметь. Но советы, как мы знаем, формировались не по партийному признаку изначально. Как в Иваново был сформирован совет в 1905 году? Не скажу. Из представителей. Просто представители трудовых коллективов, по-моему, на суток. Просто от трудовых коллективов. Представители забастовочных комитетов. Это были бастующие коллективы, бастующие ткачи, которые отказались вести переговоры каждый с каждым. То есть, как мы предлагали работодателям, чтобы каждый коллектив, каждый забасток договаривался со своим, так сказать, с хозяином предприятия. И заявили, что будут вести переговоры только все со всеми. Тогда и были выбраны представители в совет. И этот совет уже ввел переговоры со стороной нанимателей. То есть, уже на этапе формирования этого совета была проявлена воля пролетариата. И эта воля была не только проявлена, но и была навязана. Потому что в итоге переговоры прошли на условиях работников, так как они предлагают. То есть, это были не просто какие-то случайно выбранные люди, да, или просто представители коллектива. Это были представители, во-первых, бастующего коллектива, во-вторых, они представляли собой вот эти коллективы. То есть, за ними стояла сила коллектива. А каким образом можно осуществлять диктатуру, кроме как навязывая свою силу? Если у тебя нет силы, никакой диктатуры ты осуществлять не сможешь. Но, конечно, здесь речь не шла о том, что это были органы государственной власти. Это были, как писал Владимир Ильич, зачатки органов. И осуществляли они и на этом этапе, и на этапе в 1917 году, на этапе пролетарской революции. Осуществляли они не диктатуру пролетариану, а, как говорит Александр Сергеевич Казенов, введший этот термин, революционную диктатуру пролетариану, которая была направлена как раз на то, чтобы переломить волю буржуазии и завоевать государственную власть. Вот таким образом. Поэтому нельзя брать слово «советы» и отождествлять, так сказать, вот эти советы с другими советами. Советы, можно вспомнить, совет старейшин еще. Понятно, что совет – это некоторое собрание, где люди решают совместно, что им делать. Но в данном случае есть и принципиальные отличия. Я, честно говоря, больше в этот момент думал, когда ты что-то отвечал, больше думал не о 1905 году и 1917, а вообще в принципе о том, что было в дальнейшем. В дальнейшем же советы тоже оставались. Оставались, но они развивались. Хотя эти противоречия, которые были в революции, они уже были сняты. Ну, как мы видим, они не до конца не были сняты. Потому что если противоречие разрешилось полностью в основании, то не было бы возможности возврата. Мы сейчас живем в реставрированном капитализме, и поэтому, собственно говоря, рано было говорить о полной и окончательной победе. Если царит, то в нашей стране. Ну, хорошо, хорошо, да. Мы так глубоко... А все-таки определение совета, что-то у меня как-то поплыло. В голове было устоявшее, а сейчас сильно поплыло. Что такое совет? Ну, получается, что совет... В данном случае, если в случае этих откачей, то совет из представителей забастовочных комитетов. То есть, если забастовка кончилась, то советы тоже? Нет, советы не кончились. Совет может оставаться, в принципе, собираться. Советы... Если нет забастковов, то остается принцип формирования советов. От забастковов мы переходим к принципу формирования советов. А принцип формирования советов мы рассмотрим, отвечая на второй вопрос. Готовы? Да, давайте. Спасибо. А второй вопрос там был, отличие... Отличие советов от буржуазного парламента. От буржуазного парламента. Ну, это как раз и интересный вопрос. То есть, определение, что такое советы, если мы рассматриваем исторически, да, они образовывались из забасткомов. Но дальше была советская власть, и забасткомов не было. Если воспринимать советы, как то, что образуется от представителей трудовых коллективов, то советы, как вы говорите, эволюционировали. И с какого-то момента у нас все-таки и в 90-е съезд советов был. Наверное, не уверен, что это тоже советы были, или это уже не советы. Поэтому вопрос определения, это очень такой сложный. Чем отличается от буржуазного парламента? Ну, во-первых, все-таки советы, которые обсуждаем мы, которые пока не смогли четко определить, они представляли рабочий класс, они представляли пролетариат, даже если не пролетариат, то, как минимум, трудящихся, и в отличие от буржуазного парламента, они представляли интересы трудящихся, а не интересы буржуазии, так как были созданы трудящимися из трудящихся. И поэтому, да, когда отошли от формирования трудовых коллективов к формированию территориальному, то это, наверное, первый шаг в направлении к буржуазному парламенту. Поскольку уже не трудящихся, не трудящиеся формировали совет, то есть представители, могли быть представители не трудящихся и не трудящихся. Вот. Опять же, чем отличается буржуазного парламента? То есть вы сейчас обозначили отличия по сущности, да? То есть у них разная сущность. Сущность Совета – это диктатура пролетариата. Да. Сущность буржуазного парламента. Да. И если бы сущность буржуазного парламента – диктатура пролетариата. Которая буржуазная логичность. Можно я уточню? Поскольку, ну как я говорю, уточнить просто вопрос. Поскольку речь идет о сравнении Советов с парламентом, а парламент – это у нас высший орган. Советы тоже высшего органа. Советы есть незавы и несколько уровней. То есть идет именно речь о Кирковном Совете, я так понимаю. Ну, парламент… Создание Кирковного Совета с парламентом. Парламент тогда тоже можно обсуждать, что у нас есть городская дума. Тоже вот тебе парламент на низовом уровне, буржуазный. Мы берем советы, да, не случайно мы их берем во множественном числе. Советы, да, мы берем их как систему, систему организации власти. Каким образом пролетариат может и осуществляет свою власть государственную? Он не может ее осуществлять с помощью одного какого-то органа. Да, эта система пронизывает весь государственный организм снизу доверху и обратно. Ну, если дальше про различия говорить, еще одно принципиальное различие от буржуазного парламента. Все-таки в буржуазной республике у нас идет разделение властей. Совет заключал в себе и законодательную власть, и исполнительную. Он совмещал их. То есть он и придумал законы, и сам их исполнял. Не было разделения властей реализовано. Чем еще отличается? Ну, они, на самом деле, они, да, принципиально отличаются чем-то, но если он смог доэволюционировать до буржуазного парламента, что в итоге получилось, то значит, причем на глазах у всей страны, и значит, не такие принципиальные отличия. Вы считаете, что это эволюция была... Ну, это была деградация, хорошо, я не то слово употребил. Это была не эволюция, это была специальным образом подготовлена и проведена реформа. То есть это не то, что они естественным путем переформировались. Была не разовая, но несколько этапов было постепенно, постепенно, постепенно. И в 90-м, в принципе, это называли советы, но это уже было время не советы, наверное. Вы считаете, что только в 90-м году они перестали? Ну, вопрос... Нет, они потихоньку переставали. У вас вопрос, насколько они... То есть, задать какой-то этап, ну, если хотите, да, мы можем... Какой там, 32-й, 34-й год? Ну, наверное, 36-й. 36-й, да. 24-й, 36-й, да. А можно 36-й год, конечно. Ну, как бы... Это наиболее значимое изменение, которое было внесено в саму систему формирования советов, которая, в общем-то, и послужила причиной отрыва советов от трудовых коллективов. Согласен? То есть, принцип был подорван, принцип формирования, а принцип основополагающий в данной ситуации. С одной стороны, да, с другой стороны, он не был так четко выдержан в предыдущей Конституции, то есть, то, что вы упоминали здесь книгу про советы, да, там в конце, в последней версии приведен закон, вот, там не было четко акцентировано представителей трудовых коллективов и так далее. Там тоже это надо очень искать, чтобы увидеть. В законе как раз все четко прописано. От какого количества рабочих выдвигается... От какого количества рабочих? Да. Там, где нету фабрик, заводов, там от территории. Совершенно верно. Никто не обосновывал то, что советы избираются по заводам, фабрикам. Не было теоретического обоснования, никто из теоретиков марксизма не обосновывал тезис? Не помните такого? Ну, на скидку... Ну... Я, конечно, могу сказать Ленину благодарю, но я не помню, когда это и как это было сделано. Владимир Ильич Ленин прямо писал о том, что советы темы отличаются, что они формируются по заводам, фабрикам. Но если у нас советы формируются, начинают формироваться в буржуазном обществе, они формируются в обществе с буржуазным сознанием, они будут нести буржуазное сознание. И первые советы большевикам тоже приходилось завоевывать, они хоть и были... Подождите, сознание тут совершенно вообще ни к чему приплетать. Ну, если вы сейчас соберете представителей трудовых коллективов, они вам проголосуют так, как они должны проголосовать и по территориальному признаку. Если они не будут отдавать себе отчет в том, что они представляют именно трудовые коллективы, они их просто собрали, если они не будут коллектив из себя представлять, то... Скажи ты, пожалуйста, а советы что, кто-то собирал, что там, не знаю, жандарм пришел в цех и сказал, давайте вот сформируем совет, да, или там урядник какой-то, ну, кто, что это, или хозяева фабрики. Советы как формировались? Советы формировались снизу, сформировались... Конечно, никто не указывал людям, что надо формировать советы. Вы брали их и формировали, потому что у них были свои интересы. Хорошо, но если... Потому что, когда вы рассматриваете категорию сознания, вы упускаете из вида категорию экономических интересов. Интерес. А что такое интерес? То, что человеку действительно выгодно. Вот борьба-то идет за то, что действительно выгодно, а не то, что, так сказать, в сознании находится, да, замутненным буразным пропагандам. Да, но если люди не будут этого знать, не будут отдавать себе отчет в этом... Короче, если сейчас сидеть и ждать, пока они стихийно сформируются новые советы, то, наверное, это неправильный вариант. То есть советы надо формировать. То есть надо, как минимум, что, как минимум, работать в трудовых коллективах, объяснять что-то людям, пытаться, чтобы сподвигнуть их к стихийному формированию советов. Опять же, желательно, чтобы то, что они сформируют, было... Потому что тогда сформированы были не только советы, тогда сформировались разные союзы, союзы парикмахеров, союзы... Ну, совершенно верно. Это одна из форм была самоорганизации народа, форм было множество, но эта форма оказалась наиболее эффективной, настолько эффективной, что позволила угнетаемому классу завоевать государственную власть. Ну, мы немножко отошли все-таки от темы. Отличия, да, значит, мы сказали о формировании. Все-таки есть принцип, да, формирования. Принцип разный. Основной принцип формирования Совета – это по трудовым коллективам. Принцип формирования – это выборы по территории, да? Значит, понятно, что какие-то отклонения от принципа могут быть, но не в случае парламента. Парламент никто не будет никогда избирать по трудовым коллективам. Хотя сейчас что-то подобное, так сказать, пытаются проводить, но не по трудовым коллективам, а, скажем так, на рабочем месте. То есть как людей привести на избирательный участок? Надо их собрать на работе. Привести избирательный участок на работе? Да, совершенно верно. То есть устроить избирательный участок на работе. Так, собственно говоря, сейчас и делают. Но это делается не для того, чтобы люди выразили, так сказать, волю трудового коллектива, а для того, чтобы просто собрать и обеспечить явку. Потому что используется административный ресурс, давление со стороны работодателя. Люди привыкли подчиняться трудовой дисциплине, они придут, причем не важно, как они проголосуют, но мы знаем, как они проголосуют в соответствии с буржуазным сознанием. И даже те, кто будет протестовать, может быть, так сказать, проголосуют тоже в нужном русле. Например, если кто-нибудь на бюллетене напротив кандидата напишет какую-нибудь нелестную характеристику, этот бюллетень все равно засчитают. Не действительно. Почему? Нет, если нужная фирма, это действительно. Любой знак. Да. Любой знак. Поэтому, даже если это математическая формула некоторая, значит, она тоже прогрессит. Ну и последнее то, что не сказал, из разного принципа формирования вытекают некоторые вещи, такие как возможность отзыва, которая прописывается и там, и там. Но если, если выбирают человека люди, которые знакомы, им легче его отозвать. Хотя, наверное, сейчас формально тоже можно отозвать депутата. Что значит, знакомые люди легче отозвать? Не знакомые, но если трудовой коллектив. Просто есть механизм отзыва. А сейчас нет механизма отзыва. А какой механизм? Ну, парламент? Ну, нет. Никакого механизма отзыва нет. Значит, значит, вообще уже нет. Его могут лишить депутатского мандата, если он что-то выкинет из рук он, так сказать, только парламент может его. Может там провести партия, замену одного на другого, какую-то ротацию, так сказать, если он по партийным спискам прошел. Они могут, как у нас сейчас тоже любят делать, значит, выставляют вперед известных людей, там, артистов, спортсменов и так далее. Все они там красуются на плакатах, люди голосуют по спискам партийным, все. А потом, когда идут в Думу, эти отказываются от мандата, следующий по списку неизвестный никому партийный функционер получает соответствующее место в парламенте. Ну, это выборы у вас. Так вот, при выборах по территориальному признаку такой номер не пройдет. А трудоводственным? Производственным, да. Производственным, конечно. На производстве. Есть отзыв. Значит, собрались, те, кто его избрал, собрались. Причем, заметьте, что при выборах от территории выбирает значительно большее количество людей, да, изначально. Собрать эти голоса обратно для отзыва практически нереально, технически даже, даже если был какой-то закон. А на производстве выбирает, конечно, значительно меньшее количество людей. Это осуществимо и по закону было, и технически это возможно осуществить. Но вы не сказали еще один принцип, который тоже, который надо было бы сказать до упоминания возможности отзыва. Это система выбора, то есть как выборы, прямые или непрямые, да, это тоже принципиальная различия. Парламент выбирается каким образом? Прямое. А советы выбираются из нижнего уровня? Да, советы выбираются ступенчато, то есть первый уровень на производстве выбирается в совет первого уровня, но дальше уже там либо двух уровней, либо больше. Оптимально это было там двух-трех. Да, и людей, которые на виду в низовом совете можно понимать о том, что это за человек, прежде чем. Во-первых, это, во-вторых, то есть каждый следующий уровень совета выбирается членами совета более низкого уровня. А вот отозвать можно человека хоть с самого верха, то есть из верховного совета голосованием на том производстве, на котором он был выбран в совет первого уровня. Это тоже очень важный момент. Хорошо. Ну я не знаю, сколько важный момент тоже, на самом деле, в ранних советах то, чего не стало следующее, это лишенцы. То есть ограничение прав выбирающих и тех, кто может быть выбран. С одной стороны, звучит не очень хорошо, с другой стороны, в тот период было полезно и важно, и, возможно, было бы полезно дальше. С другой стороны, это звучит, наверное, сомнительно, имея рядом, например, ту же Эстонию, где тоже есть лишенцы. Ну, а кто эти лишенцы? Это что? Ну, то есть вопрос принципа лишенцев, да, если тут вам принцип, ну, то есть вопрос принципа формирования группы лишенцев. То есть, если там они формируются по языковому признаку, то здесь формируются по отношению к трудовому признаку и по идеологическому, да, получается. Не только поэтому. На самом деле, конечно, во-первых, речь шла о представителях эксплуататорских классов, да, и, так сказать, недавно вышедших из эксплуататорских классов, их непосредственные потомки и те, кто обслуживал интересы эксплуататорского класса. Эти люди, как бы сказать, лишенцы – это такое вот название жалостливое. На самом деле, чего они были лишены-то в данном случае? Они были лишены возможности влиять напрямую, да, напрямую вмешиваться и входить в эти советы. Ну, вот теперь представьте, что вот этого бы ограничения не было. Я и говорю, что это очень важная причина. Эти люди обладают деньгами, материальными ресурсами, значит, должниками, людьми, которые от них зависят, да, и, так сказать, они даже при отсутствии возможности самим войти в советы, они, тем не менее, своих людей могли, так сказать, через зависимых, да, людей, которые от них зависели, влиять на выборы и проникать в советы. Дело в том, что вот эти самые лишенцы, которые были в 17-м году, с 23-го по 36-й, да, там шла речь о нескольких процентах, буквально там 2-3 процента населения, то есть, как бы, кто мог эксплуатации классно принадлежать, а в этих республиках, о которых вы говорите, там лишено прав 40% населения. Ну, это раньше было 40%, сейчас меньше. Совершенно верно. Население поменьше. Вопрос в чем, ведь диктатура, в чем отличие пролетарской диктатуры от диктатуры буржуазной диктатуры? Диктатура большинства, диктатура меньшинства, да? Нет, не просто большинства. Буржуазная диктатура, это диктатура меньшинства над большинством, а диктатура пролетариата, это диктатура большинства над меньшинством. И что, мы должны плакать о, так сказать, этих меньшинствах, прости Господи? Я не говорю, что должны плакать, я говорю, что это один из важных моментов, который сыграл важную роль. Важные моменты, но вы же попытались поставить как-то это в параллели, значит, вот с уменьшением прав русских в Трибалтийские страны. Сейчас это тоже, наверное, уже меньшинство. Это не то, во-первых, это не меньшинство, это раз. Потом, меньшинство, меньшинство рознь, да. Одно дело, меньшинство, которое обладает большей частью богатств, влияния, там, так сказать, средств массовой информации и так далее. То есть обладает властью, пусть даже и не в облеченную форму государственную, но определенную. То есть определенными ресурсами. Другое дело, люди, которые в меньшинстве, потому что их мало и они ничем этим не обладают. Это совершенно разные вещи. И потом, на данном этапе, да, можно говорить, что речь все еще шла о революционной диктатуре пролетариата, так как с эксплуататорскими классами, как с классами, не было покончено. Поэтому это совершенно было правомерно. Другое дело, что насколько правильным был отказ достаточно ранний, да, от этих ограничений, Ну, все-таки ход истории, да, в итоге привел к тому, что эксплуататорские классы, которые казались побежденными и сжитыми полностью, да, и никаких предпосылок для их возрождения нет, тем не менее, вот они прекрасно сейчас существуют. И тоже будут кричать через какое-то время, нас-то за что, почему нас не пускают в государственную власть, и так далее. Хотя будут лезть и пролезут. Они не возродились, они народились. Что значит не возродились? Как класс возродились. Они возродились как класс. Там все новые люди, все новые комедии. Где те фамилии, которые были там? Дело в том, что класс буржуазии тоже в свое время, так сказать, народился, да, там не было именитых фамилий, они же. Ну, они сформировались, так сказать, из... Мне кажется, что изменили какие-то настройки в государстве, и эти люди стали возникать. Ну, собственно говоря, перестройка, там, и до перестройки, там, теневики могли быть, могли... Они изначально могли возникнуть, как бы, да? Теневики, скажем так... Из чиновников, понимаете? То есть кто-то где-то стал директором завода, получил возможность сделать какую-то левую продукцию, какой-то серый сбыт там, налево, как назывался. Ладно, наверное, все-таки надо вернуться к советам, и дать возможность поговорить другому товарищу какому-нибудь. Да, потому что мы уже заканчиваем первый час, ну, даже с учетом, да, у нас еще есть время. Так, все, отлично все, да, указали? Ну, основные, на скидку, да, основные, даже, по-моему, немножко, в частности залезли. Замечательно, да, я думаю, что достаточно глубоко мы разобрали этот вопрос. Давайте до перерыва разберем еще третий вопрос. Система советской власти. Согласно... Да, вопрос уточнен, согласно Конституции СССР, 24-го, обладный законом о выборах Советы, 24-го, 33-го, пожалуйста. Кто готов ответить на этот вопрос? Да, пожалуйста. Пожалуйста. А? Пожалуйста, вопрос исторический. Понятно, что мы не историки здесь собрались, и не... Важно. Так, Конституция 24-го года, она не регламентировала избирательное право союзных республик. Это определялось уже на уровне каждой из республик, входящих в союз. Я имею ввиду, что каждая из этих республик сама определяла систему местных органов власти. Они не разные получились во всех республиках? Да нет, они все пришли к одному и тому же. Хотя, я не знаю, я не настолько глубоко в это погрузился, но очень тяжело почему-то не было найти материал по этому делу. То есть, в РСФСР, например, собирались съезды советов по заранее определенным датам, но и принимали какие-то важные решения. Они же избирали постоянно действующий орган власти, исполком, который уже и работал на период, ну весь период от съезда до съезда советов. Выборы были непрямые. Я записывал, не всеобщие и не равные, вот, но что-то конкретно по этому делу. Не всеобщие, но об этом мы говорили уже. Как раз, да, что часть населения была не допущена, а именно представители эксплуатации классов и те, кто непосредственно отслуживал их интересы. Поэтому они не были всеобщими, да. Неравные тоже, то же самое, да, то есть не все могли быть избраны. Непрямые, понятно, что. Ступенчатая система, сколько ступеней получается? Ну, сначала от трудовых коллективов, потом, например, городской уровень. Ну, трудовые коллективы избирали куда? Куда? А, городской. Городской, конечно. Там уже избирали на республиканский и всесоюзный съезд. Всероссийский. А каким образом осуществлялась все-таки государственная власть? То есть выборы мы понимаем. И поскольку Советы сочетают в себе и законодательную и исполнительную власть, то вот когда мы говорим о системе выборов, мы говорим о том, как осуществляется выбор законодательный. Ну, законодателей, будем говорить так. Вот выбрали мы людей в Верховный Совет. Вот они там принимают, Верховный Совет принимал, ой, Господи, Верховный Совет, простой. Съезд Совета, да? Только крупные законодательные акты, да? Значит, как законодательная деятельность осуществляется понятно? А как исполнительная власть-то функционировала, Верховный Совет? Потому что, да, закон приняли или приняли какие-то решения, постановления, надо их исполнять. Каким образом до низа доходило? Вроде как здесь получается связь односторонняя, да? Если взять ваше изложение, то есть мы выбрали... Ну, решение на расъезду спускалось вниз. За счет чего? За счет того, что были представители... Центральный исполнительный комитет. И он отдавал распоряжение исполнительным комитетам уже на ниже лежащего уровня. То есть вот этот вертикаль власти, как говорят теперь, да, навсегда вертикаль, она как раз осуществлялась через центральный... через исполнительный комитет, через систему исполнительных комитетов. То есть исполнительный комитет имел... каждого Совета имел двойное подчинение. Он подчинялся тому совету, который его избрал. Потому что избирали... где избирался исполнительный комитет? Он избирался Советом, да? И он подчинялся вышестоящему исполнительному комитету. Вот таким образом осуществлялась государственная власть. Потому что одно дело мы говорим о формировании, о том, где корни, да? Но, так сказать, все-таки государственная власть отличается тем, что она должна... Приказ отданный, так сказать, наверху должен доходить до низу и исполняться. Потому что, если этого нет, то вся эта система совершенно бесполитна. А вот каким образом осуществлялось все-таки преобладание рабочих советов? За счет чего? Ну, если выборы начинались с трудовых коллективов, то, соответственно, трудовой коллектив выдвигал каких-то наиболее активных и наиболее сознательных товарищей наверх. Ну, хорошо. Вот сознательно. У нас там 10 тысяч сознательных рабочих и 10 тысяч сознательных крестьян. Да. Сознание у них разное несколько, да? Значит, у крестьян... Пропорции были разные. По-моему, от крестьян 1,25 тысячам был... Я сейчас не помню. Ну, цифры, да. Да, различная пропорциональность была. Конечно. То есть разная пропорция. То есть от меньшего количества рабочих выбиралось большее количество депутатов. За счет этого осуществлялось в том числе... Не в том числе, а, собственно говоря, непосредственно. И этим образом и осуществлялась диктатура пролетариата. Пролетариата. А почему именно рабочим было отдано... Вообще, почему мы говорим о диктатуре пролетариата, а не диктатуре там... Ну, потому что это самый... Пролетариата и крестьянство, конечно. Самый заинтересованный класс в развитии общества. Потому что... Ну, наверное, только этому классу выгодно развитие всего общества и, в частности, всех слоев общества. Ну... А крестьянам не выгодно развитие? Интересы. Интересы рабочего класса максимально выражают интересы всего общества страны. Особенно трудящихся. Но, прежде всего, это положение в системе общественного производства. Чем отличалось положение рабочего от положения крестьяне? Ну, рабочие занимались производством товаров на заводах, производили материальные блага. А крестьяне, не материальные блага, а платные? Ну, они тоже... А теперь материальное производство продуктов питания – это материальное производство, а производство сырья для промышленности – это тоже же материальное производство. Ну в чем отличие принципиальное? Если мы вспомним определение класса положения в системе общественного производства, отношение к средствам производства, большей частью выраженной закона. Какое отношение к средствам производства у рабочих и у крестьян? У рабочих нет собственных средств производства. Они пролетали в чистом виде, лишенные собственности. А крестьянин? У крестьянина, да. У него есть какие-то средства производства, с помощью которых он... Потому что у него есть какие-то. У него, собственно говоря, он владеет. Если он крестьянин, так сказать, в полном смысле слова, то он имеет средства производства. Батрак это сельский пролетарий, да. Это наемный рабочий. Если он батрачит там езьбу, он не все время батрачит, например. У него есть земля, у него есть средства для обработки земли, в лучшем случае лошадь, что-то. Батрак не крестьяне. Это сельский рабочий. Батрак крестьяне. Я просто спрашиваю. Крестьяне вообще, если говорить о крестьянах, строго говорят, да, значит, это вообще класс какого общества? Это мелкобуржуавное. Феодального. Вообще феодального, да, то есть это крепостные зависимости. Значит, после того, как, после распада феодализма, да, после перехода к ликвидации крепостной зависимости, что с крестьянами произошло? Кого они превратились? Название у них не поменялось. Но они стали кем? Честное производительство. Да, они стали мелкими производителями. То есть они получили вот эту вот землю, которая у них была, так сказать, прикреплена, да. Правда, не безвозмездно в России это все, то есть они выплачивали это, но большевики смогли решить земельный вопрос окончательно. Чем привлекли на свою сторону огромную массу крестьян. Но, тем не менее, они после Октябрьской революции, они остались классом каким-то? Мелкобуржуазом. Мелкобуржуазом. Они колебались, да. Да, поэтому мелкобуржуазия чем отличается? Это промежуточный класс, да. Они, конечно, стараются стать зажиточными и быть капиталистами, но большинство, естественно, не достигает этого и скатывается, но попадает в стан. Ну а получив, носитель мелкобуржуазного сознания, получив в свои руки ресурс государственной власти, он чем будет заниматься? Ну, собственно, обогащенным. То есть, наверное, в идее продвижения стоит не теряется? Совершенно верно. Ну, продвижение стоит, конечно, естественно, этим и будет заниматься. Поэтому и нужно было обеспечить преобладание рабочих все-таки с монетарским сознанием, а не с мелкобуржуазным. И вот эти мелкобуржуазные – это отрицание социализма. Соответственно, мы увидим, что в итоге-то мелкобуржуазные тенденции взяли вверх, и капитализм вырастает из товара, а элементы товарности были все время. И, так сказать, уже не было мелких буржуа, по сути дела, но тем не менее… Но надо отметить, что вот эта борьба с мелким производителем, которую начал Парущев, она, конечно, нанесла колоссальный ущерб. На самом деле, экономики, да и в целом навредила в дальнейшем. Помимо всех остальных вещей, да, то есть ликвидация артелей, это ликвидация, запрет на приусадебное хозяйство, держать скотину. Казалось бы, это такие вот вещи пролетарские, что давайте избавим, но заменить-то нечем. Вот в чем дело. То есть надо было сначала увеличивать производительность труда, развитие, так сказать, средства производства развивать таким образом, что сделать не нужно вот это мелкое хозяйство, которое людям помогало возмещать, так сказать, то, что не могло дать производству крупное. И когда это было подрублено, значит, соответственно, и доверие тоже было подрублено. Это можно противопоставить, как, например, Сталин подходил к коллективизации. Пока, Михаил Васильевич, по-моему, рассказывал, пока страна не могла добиться выпуска определенного количества тракторов, говорить о том, что надо запускать этот этап коллективизации бессмысленно, потому что, ну, нельзя обеспечить крестьян техникой и показать им наглядно, чего можно достичь, обрабатывая землю вместе и с помощью рабочих, которые предоставляют эту технику. Это как раз по поводу того, что некоторые говорят, что нужно было там водить раньше, и, по-моему, Сталин самый писал, по-моему. Совершенно верно, совершенно верно. То есть залогом успеха и окончательной победы социализма является что? Рост производительности труда. Да, это записано в программе партии было. Первый, второй. Так, спасибо. Я думаю, что мы сделаем перерыв. Ленинг, мол, социализм и анархизм, он писал, что Совет… Это про отличие Советов, вот, буржав, от парламента. Совет рабочих депутатов – это не парламент, а не орган самоуправления, а, прежде всего, боевая организация. Имелось ли это в виду именно на переходный период? Конечно. Нет, это имелось в виду на период революционной диктатуры. Почему потом и критиковали, кстати, не понимая, что Советы периода революции, периода переходного периода и уже периода социалистического строительства – это разные Советы. И они осуществляют разный тип диктатуры. Ну, по поводу территориальных Советов, или, может быть, лучше во второй части это рассмотреть? Просто у меня, наверное, вопрос такой, что вот интерес у тех людей, которые не входят в крупные трудовые коллективы, там, они как-то вообще, ну, хотя бы даже дедушка-пенсионер сидит дома, его интерес как-то должен быть представлен? Или он должен просить свою дочку, которая там работает на заводе, чтобы она там что-то для него пробила? Или он сам может как-то голосовать? То есть, как бы, ну, я просто помню, что в Горбачевские времена очень сильно критиковался вот этот производственный принцип формирования Советов, что якобы вот есть производство, там, какой-то комбинат серьезно-бумажный, который там загаживает, вот это вот, сбрасывает обходы, там, да, и у них интересы не совпадают с интересами местных жителей. Вы теперь это понимаете, зачем они критиковали производство? Я понимаю, но просто... Для того, чтобы их закрыть в интересах производителей западных. Вот и все. А интересы людей, которые не работают на комбинате, как они должны представить? Нет, нет, нет. Интересы, во-первых... Ну, ну, не знаю, там, допустим, вот есть какой-то мелкий город, есть градообразующие предприятия. Допустим, там есть совет, не знаю, революционный, или уже не очень революционный. Вот, то как бы они могут выдвинуть депутата, отозвать депутата, а все остальные, кто не работает. Там же половина города работает, половина не работает. Или получается, что тот совет, который выбирается, ну, это те, кто работает на предприятии, он обеспечивает всех остальных, как бы прикрывает жителей города? Или у них есть свои отличные интересы? Я думаю, что, скажем так, в нынешних условиях эти вопросы еще подлежат разработке. Почему? Потому что, ну, мы видим, что, скажем так, соотношение между количеством рабочих и, вернее, рабочих, да, которые трудятся в материальной сфере и трудящихся вне сферы материального производства, оно не в пользу трудящихся в сфере материального производства. И тогда оно было не очень благоприятное, да, иначе бы не надо было вот этих, делать, так сказать, ну, вот эти квоты, да, на избрание. Сейчас оно еще хуже. Здесь задача не в том, чтобы учесть интересы каждого, а в том, чтобы учесть интересы общества в целом. Для того, чтобы учесть интересы общества в целом, нужно взять класс, который наиболее полно выражает интересы общества в целом, и дать ему возможность успеть интересы реализовать. Вот тогда будет, извините, совершенно другая картина. Это тот же самый пример с целлюлозно-бумажным комбинатом, а что рабочим, которые проживают тут же рядом-то, им не выгодно, чтобы у них не было меньше выбросов? Да, конечно, какой-то есть, так называемый, производственный эгоизм. Вот мы на нашем предприятии, так сказать, делаем, чтобы нам было хорошо, да, там, будем выпускать больше продукции, меньше следить за экологией и так далее, да, будет хорошо. Ну вот это то, что пошло как раз в хрущевский период, когда вал, так сказать, поставили основным валовым показателем, да, то есть объем продукции, ни номенклатура, ни себестоимость уже, так сказать, не учитывались как основные показатели. Ну и, естественно, к чему это привело, к тому, что стало выпускаться, скажем так, не то, что нужно в рамках всеобщего хозяйства, общего хозяйства, да, общей системы. Для этого, извините, есть центральные органы, которые должны, и, собственно говоря, они за этим и следят, тем, чтобы на местах не было таких злоупотреблений, перегибов и так далее. А то, что касается пенсионеров, ну, да, очень важно, у нас даже партия есть пенсионеров, если бы не закрылась еще. Закрылась? Нет еще? Я думаю, есть. Есть еще? Обычай, они в первую очередь как раз и больше всех заинтересованы в том, чтобы их предприятие было более экологично, потому что они находятся внутри и нравятся больше. А завод закроют, городообразующий, то с городом и с пенсионерами все станет. Если слив идет за территорию, там, загрязняется речка, выходит, ну, я основное фантазирую, выходит директор и на самом соврании коллектива, там, вы говорите, что ребята, вот, как бы, или мы получаем премию, там, в этом году, в следующем, или мы строим честные сооружения. Нет, подождите, значит, во-первых, решение о том, строить или не строить им честные сооружения, будет принимать органы соответствующие государства, да, которые померяют, что у вас выбросы, извините, превышают норму. Вам нужно усовершенствовать, хотите вы там, не хотите, но вам нужно свои честные привести в надлежащее состояние. Для этого существуют нормативы государственные и соответствующие контролирующие органы. Поэтому тут как раз вопрос не в том, что кто-то будет ущерб всем остальным, потом, чего они будут добиваться. Мы опять рассуждаем в рамках стоимостной параллельной, да, то есть они будут, и задача какая? Задача обеспечения максимального прибыли, если мы говорим о потребительности в основной экономике, то основной показатель это экономия труда, а какая тут экономия труда? Если после того, как у них, они выбросили там свои продукты, так сказать, побочные продукты производства, отходы в водоем, пришлось все это очищать там и так далее, раз, потом лечение жителей и компенсации на утраченное здоровье и так далее. Вот так вот это все посчитать, сколько было затрачено потом времени обществу для того, чтобы компенсировать эти... Поэтому решать-то будут не рабочие одного завода. Вот у них завода, хорошо, у них коллектив 50 тысяч, вот они избрали одного человека в Совете. В Совете, будем говорить, там 100 человек, в Совете городском. Вот один человек пролоббирует там то, чтобы не строить очистные сооружения. Так остальные скажут, а вы что, ребята? Наоборот, если он выйдет с таким предложением, заинтересуется, а что это вы хотите тут сделать такое, давайте мы к вам придем с инспекцией, с рабочим контролем, посмотрим, как у вас проходит производство, где можно оптимизировать. Значит, почему такие выбросы и так далее. Вариант 2. Предпосылки возрождения Совета. Такая тема немножко теоретическая, да, потому что хорошо бы говорить о том, какие были предпосылки возрождения Советов, но пока этого нет, но предпосылки есть. Может быть вы готовы? Да, вы готовы. Нет, а какое вы готовите? По первому варианту. Понятно. Теперь легко говорить о вы готовите, по первому варианту. Можно проверить. Хорошо. Я шучу. Хорошо. Ну что, второй вопрос будем обсуждать в порядке свободной дискуссии. Давайте вспоминать. Во-первых, какая первая предпосылка? Советы были? Я думаю, что начинать нас с исторической предпосылки, да, что Советы один раз возникли уже в истории, да, соответственно, эта форма уже никуда из истории не уйдет. То есть есть предпосылки исторические. То есть предпосылки, Советы были осмыслены. В меньшей степени они были, хотя блестящего не увеличен, дал характеристику Советов и черты отличительные Советов и основу, так сказать, вот этот принцип формирования в своих работах он дал. Тем не менее, тогда это осталось не то, чтобы незамеченным, но недооцененным, скажем так, да, недооцененным. Но уже после того, как советская власть была разрушена, после реставрации капитализма этот процесс пошел с новой силой и теоретически, так сказать, этот вопрос был осмыслен современными марксистами. И поэтому мы теперь знаем точно, как должны строиться советы, чего не надо делать для того, чтобы они разрушились. То есть это теоретические предпосылки. Ну и вот, наконец, мы проходим. Улучшение материального положения. Когда прижало, люди начинают собираться и дискутировать, как жить дальше. Какие решения нужно принять, что сделать? Ну вот, когда было совсем плохое положение материального, это не очень, не возродились. Сейчас, наверное, улучшение улучшение. Да, потом пошло некоторое улучшение. Сейчас, скорее всего, ну, вернее, оно уже началось, но нас ждет еще более, скажем так. В 90-е годы люди еще не успели пожить в предкапитализме, потому что все, кто жил в предкапитализме, то, первые стадии, так сказать, они все уже умерли давным-давно. А мы, и те, кто поменяют, и те, кто постарше, они предпоследовательно не жили. Поэтому могли быть иллюзии всякие разные, что будет улучшение. Ну, совершенно верно, да. Хотя сейчас иллюзии тоже достаточно много людей осталось, в общем-то, и я думаю, что, наверное, немало найдется людей, которые скажут, ну, в принципе, нам никакая, даже из рабочих. У нас просто сейчас капитализм неправильный, а сделали правильно, и все хорошо. Это, да, с точки зрения недоделанных, которые недокапиталисты еще. А наемные тоже работники, тоже многие считают, что зачем, ну, потому что власть – это ответственность. Если вы хотите взять на себя ответственность за все общество, да, за всю экономику, проще же, пусть они капиталисты, они рулят, они пусть отбываются. Мы их будем ругать, критиковать всячески. Главное, чтобы они, деньги, ну, не только на кухнях можем, американских можем, и даже на площадях. Ну, так что, ну, совершенно верно. То есть, ну, рассматривать это, можно, конечно, рассматривать как предпосылку, но на самом деле самая, конечно, мощная предпосылка, которая действительно могла бы сдвинуть ситуацию в сторону возрождения Советов, это забастовочные движения, но вот этого, конец, как раз мы и не наблюдаем. Причин этому достаточно много. Традиция проводить забастовки, она была рабочим классом утрачена полностью практически. Ну, не сказать, что полностью, все-таки в 90-е годы там были, да, там были забастовки. Ну, это такие были, знаете, забастовки, как бы сказать-то, в пользу капитализма, да, то есть, ну, в Белоруссии тоже, вот, в 21-м году тоже были забастовки, возглавляемые некоторыми директорами, да, называются это забастовки, честно говоря. Ну, за мне выплаты были в 90-е, да? Да, значит, у нас сейчас тоже основная причина, ну, забастовок, будем говорить так, да, на самом деле, конечно, это не забастовка, это просто приостановка работы, да, с невыплатой, действительно, это невыплата, хотя процент невыплаты, он довольно небольшой, на самом деле, да, небольшой, это не носит массовое явление, в большей степени имеет место, конечно, занижение стоимости рабочей силы и занижение, соответственно, занижение заработной платы. Ну, пока, так сказать, работники выходят из положения, не прибегая к организованной борьбе, они организованно выходят на переработки, да, организованно ходят, так сказать, на подработки, занимаются, там, да, подсобное хозяйство, еще чего-то, то есть выжил, занимаются выживанием массового. Пока сознание того, что для того, чтобы действительно что-то сдвинуть и осуществлять свои интересы и неинтересы работодателям, но необходимо организоваться, необходимо действовать сообща, пока этого понимания, к сожалению, нет. Ну, в том числе и наш Красный Университет способствует тому, чтобы это понимание появлялось. Вот, если говорить о предпосылках, то, конечно, наверное, работать над предпосылкой ухудшения материального положения, то, конечно, буржизия прекрасно с этим справляется без нашей помощи. А то, что касается помощи в организации дебастовочного движения, то это, безусловно, задача, конечно, в том числе и партии рабочего класса. Работа с профсоюзами, это работа в профсоюзах, работа в трудовых коллективах. Ну, те, кто работает в трудовых коллективах и пытается, так сказать, продвигать те идеи, продвигать идеи в заключении погрессивного коллективного договора, знают, что эта задача непростая. Непростая. И работники, даже на начальном этапе, готовые, так сказать, к каким-то действиям, к сожалению, достаточно быстро к этим действиям остывают, и в дальнейшем люди, которые пытались это организовать, оказываются одни под давлением работодателя. Ну, этот путь проходили в том числе и в позапрошлом веке. Это понятно, что снять на забастовку, допустим, даже на том же Путиловском заводе, например, металисты, они были более податливы в забастовке, и олитейщиков, например, с ним снимать приходилось силой иногда, на забастовку. Потому что они были, не хотели доставать. Так что диктатура рабочего класса, она осуществляется в том числе и внутри самого рабочего класса. Это к вопросу в том, как, так сказать, интересы, надо ли учитывать интересы каждого. Если все бастуют, а, ну, не все, большая часть готова бастовать, а меньшая часть не готова, то так или иначе, работать все равно не придется. Это, в свою очередь, тоже насилие над их волей. Ну, вот, наверное, основные предпосылки мы разобрали. Кто-то может еще назвать? Я могу назвать предпосылки, почему они противоположные. Почему они не возрождаются? Да. Ну, при этом нельзя сказать предпосылками. Это уже тогда вопрос, что мешает возрождению Совета. Хорошо, вот иначе. Если вы говорите о работе в трудовых коллективах и так далее, быстро сдуваются остальные, а почему они не должны сдуваться? Какая у них есть перспектива? То есть, когда человек приходит, что он им может обещать? Что он сейчас всерьез зарубится с руководством, а дальше наступит коммунизм? Нет, не наступит. Что они победят руководство, они должны для этого иметь, ну, такое состояние, чтобы им терять ничего было, чтобы в это влезать. Пока им нечто терять, то либо вы им-то нарисуете перспективу советской власти, пока не проглядываются советы, но мало кто знает сейчас, что такое советы. Да, это осмысленно, да, это в работах. Но как бы спросить у человека, что такое советы, он парламент буржуазный нарисует. Если расскажете, что от того, что он будет бастовать, начнется советская власть, ну, попробуйте нарисовать, как интересно у вас получится. Вот ты забастуешь, ты здесь, забастуешь на соседнем предприятии, а дальше вы соберетесь и прогоните тех, кто, ну, как-то со стороны это слушать наиболее. Читаток, а с экономических, наверное, все-таки? А с целью, 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 а с целью? Нет, но безусловно, понимаете, слова вес достаточно сильно потеряли, да, и устное слово, и печатное слово после того, как печаталось и говорилось то, что потом, да и сейчас вскрываются, да, оказалось служим заведомой. Ну, тем не менее, это наложило значительный отпечаток на сознание. А то, что касается забастовок, ну, у нас право на забастовку записано в Трудовом кодексе Российской Федерации. Это что, какой-то экстремизм, это что-то незаконное, это правонарушение. Это законное право любого работника. Процедура прописана, да, она сложна для прохождения, но там нет ничего такого, что противоречило, подождите, что бы противоречило закону. Это совершенно, это законно, у нас в Трудовом кодексе заложен принцип соревновательности сторон. Так вот, соревновательность на самом деле осуществляется только в одном случае. Если с одной стороны находится наниматель, да, или работодатель, а с другой стороны находится не индивидуальный работник, а находится трудовой коллектив, который действует сообща в общих интересах. Так вот, пока люди не поймут, что для того, чтобы свой конкретный интерес осуществить, им нужно объединиться и действовать сообща, вместе, а не выставлять впереди себя одного какого-то человека, который должен за них что-то делать и бороться. И совершенно вы не правы в том, что людям не должно нечего терять. Людям нечего, всегда есть что терять. Всегда есть что терять. И естественно, что здесь, вступая в экономическую борьбу, понятно, что люди могут и проиграть, и потерпеть неудачу и так далее. Но зависит это не от того, что они делают что-то противозаконное и так далее. А зависит это прежде всего от того, насколько они готовы держаться друг за друга и, так сказать, следовать намеченной цели. У нас нет примеров заключения успешных коллективных договоров? Есть. Перезаключен в АО «Морпорт СВВ». Перезаключен в коллективных договорах. Да, они сейчас забастовку не проводят. До этого дела не дошло. Но они проводили забастовки. Работодатель знает, что они готовы, что они могут это делать. А если работодатель знает, что вы не готовы и не можете, так и ничего, и не добьетесь. Поэтому проблема не в том, что люди слабы, а в том, что они не объединены. Вот в чем проблема. Забастовка – это путь конфликта. Да, это при чем тут? Даже если она законная, даже если она законная, это самое решение. Это путь конфликта, это путь конфликта с работодателем. Если вы встаете на путь конфликта, вы уже не помиритесь с работодателем, вы будете конфликтовать дальше до конца. Человеку в глаза, другому сказать «нет», на самом деле и то сложно. А тут человеку, от которого ты зависишь, человеку на предприятии, на котором ты, наверное, планируешь дальше работать, вот взять и порвать отношения раз и навсегда. И сказать, что «нет». Вы рассказываете какие-то вещи, которые не связаны совершенно с реальностью. Вы понимаете, на каком этапе вообще возникает слово «забастовка»? «Забастовка» – это способ разрешения коллективно-трудового спора, когда нет другой возможности урегулировать противоречия между коллективом и работодателем. Начинается все не с «забастовки». Это не то, что раньше как докеры им что-то не привезли, какие-нибудь английские. Они страйк-страйк и все, они работают. Это не «забастовка». «Забастовка» – возьмите, откройте трудовой кодекс и посмотрите, на каком этапе вообще люди приходят в «забастовку». И начинать разговор с работниками о том, что давайте устроим «забастовку» – но это нелепость, самое понятное дело. Начинается все всегда с переговоров. Выдвигаются требования, начинаются переговоры, создается комиссия. Дальше идут, если переговоры зашли в тупик, после примирительных процедур, тогда уже возможен переход «забастовки». Потом решение о «забастовке» принимает трудовой коллектив. Больше половины коллектива должно проголосовать. Это не принимает решение каждый отдельный человек. Поэтому это все, понимаете, и это никакой не конфликт. Вернее, это конфликт, но это не разрыв отношений, это, извините, это способ разрешения. И надо в своей голове прежде всего решить этот вопрос, что да, вопрос таким образом может решаться. Да, это крайняя мера. И тот же самый Ковалев говорит о том, что мы бы не призываем к забастовке. Забастовка – это крайняя мера. Забастовка тяжела для работников, и тяжела для работодателя. Понятно, что у работодателя больше ресурсов. Ему легче переносить забастовку работников по сравнению с работниками. К этому нужно готовиться, к этому нужно идти. Но если у коллектива нет общих интересов, если он не объединен и не пытается решить эти вопросы, можно начинать с решения более, так сказать, ну так, в кавычках, мелких вопросов, те же самые вопросы СИЗов, вопросы охраны труда. Это то, что поддерживается государственным органом напрямую, скажем так, да, то есть это просто контролируется. И эти вопросы решаются даже не в рамках коллективного трудового спора, а решаются там в заявительном порядке порой и привлечением соответствующих контролирующих органов. То есть разные, разные есть варианты. Понятно, что это не установит советскую власть ни на отдельном предприятии, ни в целом стране. Но для того, чтобы плавать, научиться плавать, нужно плавать. А на берегу, так сказать, не заходя в воду, плавать не научишься. Все-таки когда-то придется зайти в воду. Также здесь, пока люди не начнут бороться за свои интересы, ну их интересы будут попираться. Сейчас просто у нас еще никакая сложилась ситуация, что в результате развала всем подготовки кадров есть дефицит квалифицированных рабочих, прежде всего, кадров. Дефицит. Есть возможность, ну так сказать, переходить там от работодателя к работодателю. Если раньше там специалисты в непроизводственной сфере этим занимались, то теперь вот и рабочим тоже. Так что это тоже, кстати, способствует тому, что меньше забастовочная активность. Если путь этого методизма это переход к советам, то совет это у нас образуется как совет представителей забастковых. забасткомов, то есть чтобы у нас образовались советы, которые захватили власть, поскольку у нас капитализм главное не переходит, не эволюционирует советы, а надо захватить власть сначала. Для этого должны быть советики, я понимаю. Если я правильно это понимаю. если у нас советы это объединение представителей забасткомов, то как должен выглядеть Питер, чтобы образовались советы, наверное, как в 17-м году, или 5-м. Что вы имеете в виду? Выглядеть? Я не совсем понимаю. Выглядеть это в том плане, чтобы у нас забастовка, это когда конфликт, да, уже не может быть разрешен никакими нормальными путями, не диалогом никакими еще, да, согласен, но чтобы образовались советы, должно быть достаточно много коллективов, где идет забастовка, поскольку у нас представители забастков, как раз и организуют советы, то есть это должен стоять весь город и не работать. Здесь должны быть эти забастовки в той или иной форме, причем настолько, что... Здесь надо понимать, что забастовка, подождите, я вам скажу, значит, вы забастовку трактуете как полное прекращение работы, да, вот остановку и так далее. Забастовка может быть приостановлена на любой период времени. Значит, более того, забастовка может быть объявленной, да, то есть может быть предзабастовочное состояние, когда для объявления забастовки достаточно уведомить работодателя просто о времени начала и количестве участников. За три дня. Подождите, я сейчас закончу свою мысль по этому вопросу. Значит, соответственно, но забастовочный комитет от этого не утрачит. То есть у вас может быть постоянно действующий забастовочный комитет в условиях, когда предприятие работает. вопрос не в том, чтобы надо проводить забастовки, останавливать производство и парализовать, так сказать, всю экономику. Да, вопрос то в том, что рабочий класс должен организоваться внутри себя. И что такое забастовочный комитет? Забастовочный комитет это орган, который руководит трудовым коллективом, помимо воли работодателя. Он уже распоряжается, он отдает приказы. Вот если есть такой орган, и он может, он объявил забастовку, а забастовали, может быть на час забастовку, может на одну минуту восстановить производство. Это в данном случае не важно совершенно. Вопрос то в том, чтобы организовать, чтобы рабочий класс организовался по своим предприятиям. А дальше уже если есть организация, если коллектив организован, да, он посылает своего представителя, организуется совет. Дальнейшее мы не можем сейчас прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация. Понимаете? Нельзя проводить полную параллель между тем, что было тогда и что сейчас. Но вопрос то в том, что тогда рабочий класс был организован, а сейчас он не организован. И в случае наступления каких-то, скажем так, резкого ухудшения положения трудящих, резкого усиления гнета, в каких ситуациях происходит, вы знаете прекрасно, да, что-то, да. Рабочий класс оказывается не организованным. Вот в чем проблема, вот в чем разница? Даже в 17-м году он был хуже организован, чем в Уже России, потому что совет добровольный Петроградский отдал власть временному правительству. тем менее, в конце концов, так сказать, к октябрю он организовался и организовался достаточно хорошо. Я просто немножко некорректно сформулировал, просто если у нас тема исторических форм у государства, да, если у нас сейчас капитализм, то переход в другой форме, вот я пытаюсь его сильно представить, пытался, наверное, немножко хаотично и с другого конца этот вопрос начал. Но если у нас есть сейчас капитализм, то переход к коммунизму, как он должен выглядеть, как это должно происходить, я пытаюсь его голове нарисовать, но, наверное, пытался это озвучить, и что-то у меня не получилось. Ну, я хотел бы еще заметить, что у нас не только неправильный капитализм, у нас еще капитализм непростой. Он капитализм, который образовался в результате снятия социализма, то есть в результате он не вышел из феодализма. Что, какие из этого выводы? То, что социализм в снятом виде он содержится, вот в этом капитализме, почему у нас общество до сих пор держится, несмотря на все усилия, так сказать, у него уничтожено. Оно держится не потому, что у нас капитализм гениальный, правительный, сильный, умный и так далее. Держится на обществе. Вот этот потенциал социализма, который в обществе жив, он никуда не делся. И вот его надо... Он не капитализму помогает. Помогает держаться в стране. Ничего подобного. Он помогает держаться в стране вообще на плаву. А капитализм это, знаете, это такая даже не шапочка, это такой плевок сверху на обществе, который будет сметен при ветром перемен, скажем так. Ну ладно, мы углубились в предпосылки, а ведь нам еще за оставшиеся 20 минут надо разобрать еще два вопроса. роль партии рабочего класса в формировании советов. Роль какая партии рабочего класса? Ну, мы знаем, что исторически партия большевиков еще, это социал-демократы, сыграла роль в формировании советов, то есть напрямую в совет они не входили по соображениям конспирации, но тем не менее участвовали в организации в том числе Ивановского совета. В дальнейшем, что в 2017 году, в 2017 году советы изначально возродились без участия большевиков. Почему это произошло? просто не было никого практически на свободе, да, и в России. не было, не было, но с учетом того, что на тот момент они представляли революционный класс, как они крути, Революция революция была буржуазная, и советы соответственно тоже были такого плана. И что потом в течение 2017 года происходило? Происходило с июля, получилось, даже, с июля, после выступления удачного и ухода большевиков под пули опять прошла большевизация, рост партии и большевизация Совета. Вот принцип отзыва как раз он собирал большую роль. Отзывались представители меньшиков, сыров и на их место приходили большевики. Соответственно партия рабочего класса должна участвовать на всех сторон. Изнутри входя непосредственно в Советы. Естественно это теоретическое и идеологическое обоснование. Ну и наверное надо сказать что на каком-то этапе партия должна немножко отойти в сторону и не подменять собой Советы. Партия не должна быть органом власти непосредственно. Не должна осуществлять вот эту диктатуру. потому что это все-таки подрывает основу Советов как ни крути. Советы должны опираться на трудовые коллективы. Партия естественно тоже должна работать непосредственно в трудовых коллективах. То есть действие должно быть опосредованным. через предприятие. Не что-то мешает рабочим быть членами партии. Да, конечно. Конечно, быть членами партии, но это не должно быть, скажем так, основанием для того, чтобы какое-то привиление, приоритетом при вхождении в Совет. Потому что все-таки мы видим на примере Коммунистической партии Советского Союза, что в партии возможен отрыв партии от своего класса, и он произошел. В итоге предательство верхушки партийной массы партий, ну и так сказать, вот эта партия могучая, массовая партия оказалась неуделом, скажем так. Власть получили люди, хотя и имевшие партбилеты, но далекие от коммунизма и от интересов рабочего класса тогда будет много партий? А? Многопартийная система? Ну, партия рабочего класса, как мы уже разбирали, должна быть одна. Думаю, что вряд ли будет много партий. И проблема-то не в том, что должно быть много. интересы рабочего класса едины, соответственно, и коммунистическая партия должна быть одна. Внутри коммунистической партии будет идти борьба, как всегда идет, внутри партийная борьба за то, как люди будут, группа людей, спорить о том, как лучше реализовать интересы рабочего класса. Партия выражает интересы рабочего класса, совет состоит из рабочего класса, как их разделять? Не надо разделять. Тогда партия и станет советом, в смысле совет полностью займет партия, либо искусственно пытаться их разделять, когда-нибудь придется, потому что это среди будет. Почему мы должны ограничивать формы организации рабочего класса какой-то одной формы. Мы совершенно не должны это делать. Партия является высшей формой организации рабочего класса. И партия, партия, а, совет это организационная форма диктатуры пролетаряна. Так вот, партия не является, скажем так, это авангард класса, он не может включать в себя большую часть класса. Это наиболее передовые, да, наиболее сознательные представители класса, наиболее активные. Потом партия, надо понимать, что партия устроена таким образом, что не действует принцип демократического централизма, то есть решение, принятое партийными органами, является обязательным для исполнения каждым членом партии. С одной стороны, это плюс, потому что член партии, если он действительно не пришел за какими-то благами, он будет интересы партии проводить жизнь. С другой стороны, мы увидели, вернее, что когда верхушка партии сгнивает, то тот же самый принцип работает на разрушение партии. То есть когда сверху начинают поступать приказы которые противоречат интересам и партии рабочего класса, все в итоге разваливается. Вот, например, перестройка и так далее, что с этим происходило. Значит, поэтому необходим контроль также не только партии над советами, но прежде всего класс должен тоже следить за своей партией, контролировать свою партию, чтобы она не отрывалась от класса. А что для этого нужно сделать? Определенное организационное строение должно быть в партии. И рабочие в партии тоже должны иметь больший голос по сравнению с нерабочим. Больше вес голоса рабочих. рабочие в том числе в обязательном порядке должны входить в руководящие органы партии. Решение приниматься при большинстве рабочих. Тогда партия будет действительно партия рабочего класса, не просто какой-то левой партии. Диктатура есть власть неограниченная никакими законами. Поэтому рабочий класс либо он осуществляет диктатуру, либо ее будет осуществлять буржуазии. Так, товарищи, переходим к заключительному вопросу сегодняшнего семинара. Советы как высшая форма демократии, отмирания государства. Почему советы являются высшей формой демократии? Что такое высшая? В данном случае наибольшим образом представляющие интересы народа. Демократия это власть народа. Если от слова исходить, если не вспоминать древнюю Грецию, где рабы не влияли, и женщины. А вот идея демократии это власть народа. По крайней современное понимание. Демократия это власть большинства класса. Да, большинства. буржуазной демократии большинство народа что ли осуществляет? Подразумевается, что да. А что подразумевается? По сути это большая часть большинства класса буржуазии допущено к государственному правде. Может принимать в принятии решений. Про это что мы демократичны имеется в виду что у нас всеобщие выборы, у нас свобода слова, свобода печати и так далее. Почему так это громко кричат, все начинают в это верить. президентом. Мы уходим в сторону. Если что давайте все-таки опираться на понятия. Когда мы говорим о демократии это власть большинства классов. Если буржуазная демократия это не потому что к власти допущены массы народа. Они не допущены к власти. Им дозволяют раз в 4 или 5 лет выбирать из представителей правящего класса те кто будет представлять и подавлять их в парламенте. Вот и все. А вот в парламент могут войти разные люди в том числе представители разных частей или групп правящего класса и они могут там проводить свои интересы. Вот собственно говоря в чем сущность демократии. А может быть две партии правящие которые меняются местами то одна порулит свою пользу то другая порулит свою пользу но все они действуют в интересах правящего класса отнюдь не в интересах оставшегося большинства. Советы представляют как раз демократию которая поскольку это форма организационная форма диктатура пролетариата то советы позволяют принять участие в государственной власти большей части правящего класса какого пролетариата пролетариата да то есть но он не совсем уже пролетариат после скажем так да на каком этапе он остается пролетариат пока у него нет собственности когда он получает все все средства общественного производства он переставит пролетариат это отдельный отдельный большой теоретический вопрос который мы сейчас разбирать не будем но факт тот что большая часть в данном случае действительно людей уже может принять участие и по сравнению с правящим классом предыдущих формаций которые составляют меньшинство правящий класс коммунистической формации как раз составляет большинство населения соответственно в этом плане демократия как раз распространяется на большее число населения чем когда бы чем когда бы это не было то что касается высшего слова высшего вам приходит на ум такая работа Ленина как империализм нет прошу прощения на связках видимо работал поэтому империализм как высшая стадия капитализма вот слово высшее что в данной работе означает конечно да финально дальше ничего не будет никакого ультра капитализма никакого гипер капитализма не будет высшее значит это все дальше наступает смена наступает другая эпоха тот же самый смысл вкладывается и здесь она выше в том плане что и демократия собственно говоря на советах заканчивается почему она заканчивается потому что если кратко при полном коммунизме государственным государства не будет государство уже в социалистическом государстве Ленин писал как полу государство как отмирающее государство но отмирает оно потому что во-первых нет антагонистических классов он начинает отмирать оно не отменяется какими-то указами как у нас пытался Хрущев провести что кеммунистических классов нет поэтому государство у нас уже диктатура пролетариата себя исчерпала свою роль историческую выполнила поэтому у нас будет общенародный государство не в этом смысле а в том смысле что сначала отпадает необходимость насилия в отношении классов антагонистических но сохраняется необходимость для подавления во-первых рецидивов во-вторых того отрицания которое есть неизбежно в новом общественном строе оставшееся предыдущего но не только в подавлении а прежде всего в развитии того нового того здравого что есть в новом социалистическом обществе соответственно происходит это во-первых отмирание государства может быть только в мировом масштабе понятно что одно отдельное государство отмирать не может если оно отомрет то завтра на этом месте будут другие государства и возможно это опять же только при значительном росте производительности труда без этого обеспечить отмирание государства невозможно есть ряд других еще важных моментов которые необходимо соблюсти это прежде всего уничтожение классов а уничтожение классов происходит каким образом они стираются за счет чего все общество владело средствами производства но это не привело к тому что у нас границы стерлись полностью границы должны стираться каким образом уменьшается время занятое каждого кто занят материальным производством уменьшается увеличится его свободное время если он стоит у станка два часа четыре часа играет на скрипке а второй шесть часов играет на скрипке то значит все равно эти различия сохранятся поэтому важным условием является всеобщее участие в производительном труде сейчас давайте у нас времени уже для вопросов не осталось но суть в том что советы должны быть и будут существовать до вплоть до отмирания государства когда необходимость государства полностью обходят общество будет сам управляться какие-то эксцессы будут подавляться хотя общественного регулирования ну сегодня мы разобрали важные темы я думаю что безусловно то что касается советов это будет еще продолжено на семинаре у товарища Рухова а на сегодня это все благодарю всех за внимание теперь можете задать вопрос 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 всем что вы сказали вы сказали короткий рент вы сказали что пролетариат получил средства производства управления представь пролетариатом вопрос enter дикитатура который и тогда диктатура кого оно гнило plane дело в том что у него, понимаете, перестает он быть пролетариатом только в одном смысле. В смысле отношения к средствам производства. Но классовые различия остаются. Классовые различия не исчезают вместе с обществлением средств производства. А положение в системе общественного производства меняется? А распределение продукта меняется полностью? Исчезает различие? Вот даже в отношении свободного времени. Если мы передаем определение класса, то, по-моему, у определения класса было отношение собственности на средства производства. Там же не только один момент. Это положение в исторически сложившейся общественной системе производства. Это отношение к средствам производства. Это отношение к продукту. Да, значит, не существует. Да, то есть, конечно, здесь все равно не исчезает. Знаете, положение рабочих сразу не улучшается. Но от того, что сменился собственник, вот мгновенно, никакой никакой, для того, что они стали собственниками. Для того, чтобы советская лазь действительно укрепилась и, так сказать, стала своей, она должна доказать, собственно, что она и делала. Да, этот декрет о 8 часовом рабочем дне – это серьезный шаг. Да? Это сразу улучшает положение. Но полностью не исчезает. Потому что 8 часов работать в нематериального производства и в материальном производстве все равно разница существенная. Так что надо этим еще работать и работать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова